МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конверты, где хранится память. Дети помогают российским почтовикам готовить поздравления ветеранам Великой Отечественной. Маленькие гимнастки на пути к большому мастерству. Обнинский открытый турнир Цапелька становится все популярнее. И теперь подробно об этом. 24 апреля отмечается трагическая дата. Исполнилось 100 лет с начала геноцида армян в Османской империи. Тогда последовательно были уничтожены сотни тысяч людей. Тысячи семей были депортированы. Сегодня армяне, которые живут в Обнинске и соседних районах, собрались вместе. На территории храма Бориса и Глеба в Белкине они установили памятник, посвященный этой давней трагедии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА День 24 апреля святой для каждого, кто родился в Армении. Где бы ни жили представители этого народа, они всегда собираются вместе в этот день. Чистить память о наших армян, которые просто так убивали их из-за того, что они армяне. Когда турки решили нас убить, поскольку они хотели завладеть нашей страной полностью. Сто лет назад в разгар Первой мировой войны на территории Османской империи начались массовые уничтожения армян. И первая волна была страшна еще и от того, что уничтожение велось по религиозному принципу. И вот когда началась резня христиан, армяне Эрзерума обратились к папе Римскому, прося о помощи. И вот папа Римский пообещал помощь в том случае, если население примет католичество. И люди были вынуждены принять католичество, хотя это только формально. Во время резней депортации погибло порядка полутора миллионов человек. Эта трагедия коснулась буквально каждой семьи. Еще и потому, что те, кто остался в живых, были переселены в Грузию. Ну, чтобы помнили, наши дети знали нашу историю. Вот, не забывали, потому что мы с детства, с малых лет, всегда каждый день ходили в Цицернакопер, ставили цветы. Помнили, вот это была наша традиция, скорбили. Сегодня армяне разбросаны по разным уголкам земного шара. В Обнинске памятник открывали старики и дети, как бы символизируя связь поколений. И как бы они относились, различные люди, к тому, как это называть, этот акт был совершен сто лет назад. И этот памятный день отмечают сегодня, в том числе и в Турции. И, безусловно, это день скорби и памяти, и люди имеют право на это. Факт геноцида армян признали лишь через 50 лет, в 1965 году. Однако, в некоторых странах этого признания нет и по сей день. Просто нам хочется, чтобы хотя бы османы, вот османов уже нет, турки признали свою вину. А еще людям хочется, чтобы подобных зверств впредь не повторялось. И здесь главное – признать наивысшей ценностью право на жизнь. Я так думаю, это мое мнение, конечно. Чтобы сознательно подумать, сознательно относиться к людям, независимой от национальности. Память об этой трагедии в народе хранят уже сто лет. Сейчас Архиерейский собор Армянской апостольской церкви причислил всех жертв геноцида к лику святых. Евгения Власюк, Максим Сечко, телекомпания «Угнинск ТВ». До 9 мая, 70-го дня Победы, остается чуть больше двух недель. В Калужской области сейчас проходит акция «Письма, опаленные войной». Складывать легендарные фронтовые письма треугольники для ветеранов Великой Отечественной войны взялись учить школьников, педагоги и работники Почты России. И такие конверты, сделанные руками своих правнуков, ветераны получат накануне праздника и смогут бесплатно отправить в любую точку нашей страны. Для этих ребят приход на Обнинский почтам стал настоящим праздником. Во-первых, они смогли изнутри посмотреть на работу почты, а во-вторых, им предстояло самим принять участие в этой работе. Складывается конверт в форме фронтового треугольника. И участник Великой Отечественной войны, или работник тыла, он будет иметь право отправить в этом конверте письмо простым порядком, как мы называем, то есть бесплатно. Когда и куда отправлять эти письма, ветераны решат сами. Однако получить такие конверты старикам будет приятно еще и потому, что их сделали школьники, их правнуки и праправнуки уже. В целом у нас по Обнинску будет доставлено около 4 тысяч. 3 тысяча девятьсот восемьдесят четыре, но это цифра, сами знаете, такая плавающая. И большинство из них ребята уже сделали. Эти конверты последние. Складывая их, школьники вспоминают и о своих родственниках, которые прошли войну. В России нет такой семьи, которой бы не коснулось Великой Отечественной, поэтому и история у каждого своя. Прабабушка, она работала в Тулу, дедушка, он воевал. По папиной линии есть одна фотография у нас семейная сохранилась. Вот он пережил, мой прадед, прапрадед, пережил войну. Ну, уже только потом умер. А по маминой линии дед умер в 44-м, его снайпер убил. Ну, я своего прадедушки не видел, потому что его расстреляли фашисты, он спас свое село, как бы. Ну, и там у него памятник стоит в Орле. О подвиге погибших солдат забывать нельзя, но еще важнее помнить о живых, о ветеранах войны, которых теперь осталось не так уж и много. Складывают, я хочу сказать, с таким энтузиазмом, вот даже с благоговением с каким-то. И даже берет, знаете, радость на душе у всех от того, что такое молодое поколение, подрастающее, которым, сказать, прадеды их когда-то там участвовали, они так вот относятся. Я чувствую, что помогаю ветеранам. Для них не жалко делать добро, потому что они уже сделали для нас одно. Если бы не выиграли бы, то нас бы не было. А сегодня ответ на главный вопрос у ребят уже есть. Если бы они были на месте своих предков, они тоже бы самозабвенно пошли защищать свою родину. Евгения Власюк, Алексей Гавшин, телекомпания Обнинск ТВ. Предпраздничная тема с приближением юбилея Победы в информационных сообщениях звучит все чаще. 5 мая в Обнинске будет установлен памятник военачальнику, который командовал частями, освобождавшими территорию, где позже вырос наш Наукоград. Генерал-майор Александр Федорович Наумов после войны жил в Обнинске. Он почетный гражданин города. Сквер на улице Победы назван его именем. И вот накануне Дня Победы, 8 мая, здесь будет торжественно открыт памятник. А сегодня, чтобы подготовить территорию, там прошел субботник, в котором приняли участие сотрудники городадминистрации и предприятий Обнинск Оргсинтез. Они посадили здесь молодые туи и ели, которые были выращены в теплицах зеленхоза. Сквер, в котором мы сейчас находимся, он совершенно по-другому сейчас, другими красками, другими цветами, другими деревьями должен заиграть. Поэтому я очень рад, что есть инициативная группа, компания Оргсинтез, которая принимает в этом участие и призываю всех горожан также приходить, высаживать деревья, благоустраивать территорию, убирать мусор. Замечательная инициатива и замечательная традиция весной сажать деревья и убирать территорию. Я думаю, что со временем действительно место около фонтана станет не только, скажем так, таким удобным, но еще и уютным. А прежде чем посадить деревья, участники субботника покрасили скамейки, подмели дорожки и убрали здесь накопившийся за зиму мусор. Главное теперь, чтобы сквер оставался чистым не только в праздничные дни, но и в будни. Чтобы город был чист, сейчас сотрудники многих учреждений вышли на уборку улиц. А 29 апреля на субботник жители 51 и 52 микрорайонов приглашают активиста территориального общественного самоуправления и Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие». Как сообщила руководитель этого учреждения Надежда Рожкова, точное время сбора не устанавливается, каждый может прийти, когда удобно. Участникам субботника организаторы будут предоставлять инвентарь и материалы. Главное привести территорию микрорайонов, улицы и дворы в порядок. По всем вопросам жители смогут обращаться в Центр социальной помощи семье и детям. «Милосердие» по телефону 393 99 77. Спорт. В Огнинске в зале волейбольной школы Олимпийского резерва сейчас проходит открытый детский турнир по художественной гимнастике, которому организаторы дали лирическое название «Цапелька». В наш город приехали представительницы более чем 20 российских городов. А в выходные дни эстафету начинающих гимнасток примут участницы чемпионата первенства Калужской области по эстетической гимнастике. Впервые турнир «Цапелька» прошел 8 лет назад. Тогда о своем участии заявили 45 гимнасток из четырех городов. Сегодня городов 22, гимнасток 400, однако приоритеты организаторы расставляют те же. «Направленные на сохранение и поддержание любого уровня гимнасток. То есть гимнастки же не все бывают сильные, а бывают разных категорий. Поэтому здесь никто не плачет, здесь все-все-все получают призы». Призы получают все, но все-таки это настоящие спортивные соревнования и к тому же квалификационные. Поэтому гимнастки готовы приезжать сюда несмотря ни на что. Например, для Алены Асташевской из города Малаховки участие в турнире совпало с днем рождения. Однако праздник для этих девчонок всегда там, где царит художественная гимнастика. На этом турнире гимнастки могут не только посоревноваться, но и поучиться. Школы Санкт-Петербурга и Волгограда традиционно считаются сильнейшими в художественной гимнастике. И даже то, что можно просто посмотреть на выступления таких сильных гимнасток, для остальных счастливый случай. Хотя огнинские девчонки тоже не подкачали. Уже к середине первого дня турнира они завоевали несколько победных мест. У нас уже даже есть победители в самой младшей возрастной группе. Поприкова Полина первое место среди участниц 2009 года рождения. Иванова Соня второе место среди 2009 года рождения. 2005 год рождения. Кузнецова Ксения второе место. Сафрона Иванова третье место. Первый день соревнований был полностью посвящен индивидуальным выступлениям. Во второй день к ним добавятся групповые. А на третий день турнир перерастет в открытый чемпионат и первенство области по эстетической гимнастике. Этот вид спорта достаточно молодой. В России он существует всего лишь 10 лет. Вид спорта групповой. Команды участниц состоят от 6 до 14 человек. Допускается. Это композиция без предмета. В Калужской области эстетическая гимнастика развивается быстро. Уже сформированы команды из трех возрастов. И девочек, желающих пополнить эти ряды, предостаточно. Евгения Власюк, Алексей Гавшин, телекомпания Обнинск ТВ. 25 апреля в Обнинске пройдут соревнования по контактному автокроссу. Их уже не первый год организует Калужская федерация по этому виду спорта «Автогладиатор» и городской учебно-спортивный центр «Досаоф России». Место проведения соревнований – район горнолыжного склона в пойме реки Протвы. Построение и приветствие участников соревнований в 11.30, начало заездов в 12.00. Еще один короткий спортивный анонс. В ближайшее воскресенье в 15.00 в Обнинском дворце спорта «Олимп» состоится открытая тренировка по ММА. Мастер-класс для всех, кто увлечен смешанными боевыми единоборствами, даст легендарный боец Джефф Монсон. Этот визит организовала Калужская областная федерация смешанных боевых единоборств. И это все, о чем мы хотели сообщить сегодня. Напомним, что следить за новостями вы можете и на нашем интернет-сайте obninsk.ru. Желаем вам всего самого доброго. До встречи в понедельник. До свидания. Сегодня происходит в Экобазаре выставка недвижимости, в которой участвует очень много агентств, среди которых и наша компания «Реалзем». Это отличная возможность узнать о рынке недвижимости в Обнинске и ближайших районах. Если вы ищете жилье, помещение под офис, склад или производство, здесь вам помогут подобрать самые оптимальные варианты. Компания «Реалзем» – одна из тех, кто давно уже зарекомендовал себя в этой сфере. Перечень услуг, которые могут оказать клиенту и ее сотрудники, включает в себя самый широкий спектр операций с недвижимостью. Наша компания «Реалзем» предлагает очень много спектр услуг, такие как коммерческая недвижимость, продажа загородной недвижимости, городской недвижимости и также коммерческой. Также мы предоставляем услуги аренды, как загородной, городской и коммерческой недвижимости. Индивидуальный подход к каждому человеку, внимательность к его просьбам и финансовым возможностям – это и есть залог успеха работы компании «Реалзем». Кроме операций по продаже, покупке и аренде недвижимости, в сферу деятельности менеджеров входит сопровождение сделок по вложению материнского капитала, сертификатам молодой семье, военной ипотеки и не только. Не выходя из нашего офиса, можно оформить кредитование в различных банках. На выставке недвижимости сотрудники компании «Реалзем» помогут вам подобрать квартиру или комнату, таунхаус, загородный дом, офис или склад. Причем при выборе любого помещения честно обозначат все плюсы и минусы. На рынке мы уже достаточно давно, 13 лет, и люди нам доверяют и часто к нам обращаются. Выставка недвижимости на площадке «Эко-базара» будет продолжаться два дня – 24 и 25 апреля. Также прийти на консультацию к менеджерам компании «Реалзем» может любой желающий по адресу улица Калужская, 26, в любой день с 10 до 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова